В администрации города Чебоксары прошла финальная презентация дизайн-проектов благоустройства общественных территорий по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Каждый из эскизов власти обсудили с жителями. Все желающие смогли внести свои предложения. Подробнее Рифат Фаткулин. Объединило всех участников обсуждение одно – желание сделать любимый город еще лучше и красивее. Выбирать предстоит из 18 объектов. Сквер имени Чапаева в их числе. Татьяна Мировна-Ролянская из всех неравнодушных горожан, кому хочется видеть город более ярким, комфортным и благоустроенным. И 18 марта на всенародном рейтинговом голосовании ее голос за этот уголок отдыха. Мне очень нравится Сквер Чапаева. Сквер Чапаева мы там гуляем. Я скандинавской ходьбой занимаюсь. И там гуляем, и прогуляемся. Раньше работала на элитопардном заводе, на второй площадке, все время мимо проходила. И хочется, чтобы более комфортно было. Светильники сделали очень нехорошие. Вот три светильника, и только около него свет, а окружения нет. Жители высказывали свое мнение, участвовали в онлайн-голосовании, присылали заявки по электронной почте. Всего поступило более 5000 предложений. Чаще всего по Ленинскому району горожане отдают предпочтение лесному массиву Дубовой рощи и набережной Волги. Набережная Московская, нашей реки Волга, мы считаем, что это наиболее важный объект. И это лицо города. И мы считаем, что для развития туризма в городе Чебоксара, а перспектива города, конечно, как бы туристический город будет положен, то считаем, что Московскую набережную, как лицо города, надо в первую очередь строить. Было мероприятие в Борг-шопах по набережной, по Московской набережной, или марш по набережной, вот так это звучало. Работали 30 человек, среди которых начинающие архитекторы, студенты разных вузов архитектурных из Москвы, из Казани и из города Чебоксар. Преобразиться и стать одним из центральных мест отдыха может и сквер возле ДК «Салют». Освещение, новые тротуары, проезды, урны, скамейки, детские игровые и спортивные площадки. Это далеко не весь список того, что может здесь появиться. Еще, наверное, в 2015 году мы начали проработку территории в районе ДК «Салют», для того, чтобы дети с близлежащих территорий, чтобы родители, которые ожидают своих детей, занимающихся в ДК «Салют», могли спокойно провести какое-то время, запроектировали такой сквер. Всем хочется, чтобы место, где они живут, было обустроенным, безопасным и комфортным. По дворовым территориям вопросы-то так и будут оставаться. Вот, например, наша улица Красина, у нас приоритетно это тротуар, которого нет. Нам очень хотелось, чтобы в рамках либо этой программы, либо каких-то других программ, все-таки тротуар у нас сделали. Мы понимаем сегодня, что у нас назрела большая необходимость в благоустройстве как раз общественных пространств, поскольку им не уделялось внимания долгие годы. Что касается тротуарной сети, наверное, мы сейчас будем все-таки прорабатывать вопрос отдельной программы по ремонту тротуаров. Ну и приступим к ремонту. Дизайн проекта благоустройства территории будут размещены как на интернет-площадке, так и на каждом избирательном участке. Цель – охватить как можно больше чебоксарцев. Именно они решат, какие три общественных пространства достойны федеральной поддержки. Напомним, голосование пройдет 18 марта, в день выборов президента страны. Рифат Фадкулин, Борис Андреев, Республика.